Наверняка у вас были случаи, когда в аквариуме умерла рыбка без каких бы то ни было внешних признаков. То есть у нее нет пятен, у нее нет слизи и прочее. Возможно, не приживаются аквариумные растения. Таких проблем может быть очень много, они все разные. И опытные аквариумисты в таких случаях используют тесты для аквариумной воды. На самом деле, тесты для аквариумной воды нужно проводить. Это очень важно. У меня в руках набор тестов для воды от компании Нилпа. Это рубрика «Честная покупка» и именно об этих тестах сегодня пойдет речь. Если вы следите за выпусками на канале Пара Аквариумистика, то наверняка помните обзор на вот этот набор. Очень похожие на первый взгляд чемоданчики. Однако в старом наборе 8 тестов, в новом – 10. Новый набор с 10 тестами рекомендуется в первую очередь для растительных аквариумов и креветочников. Но это совсем не значит, что он не подходит для тестирования воды с аквариумными рыбками. Давайте посмотрим, какие тесты находятся в этом наборе. PH – кислотность воды. Характеризует уровень ее щелочности и кислотности, которые сильно влияют на комфортную жизнь всех аквариумных жителей. GH – общая жесткость. Это суммарное количество растворенных в воде солей кальция и магния. Можно сказать, что общая жесткость – это совокупность растворимой и нерастворимой жесткостей. КН – карбонатная жесткость. Этот показатель называют еще щелочностью воды. КН считается одним из наиважнейших показателей воды в аквариуме. СО2 – углекислый газ. СО2 – это газ, который необходим аквариумным растениям. Растения на 50% состоят из углерода. Обычно в аквариуме без баллона этот показатель стремится к нулю. Несмотря на то, что аквариумные жители вырабатывают его в процессе жизнедеятельности. НН3, НН4 – аммиак и аммоний. Аммиак – бесцветный газ, который хорошо растворяется в воде. Существует в виде свободного аммиака и ионов аммония, а также солей аммония. Этот показатель важно контролировать, так как даже при незначительных увеличениях концентрации может привести к гибели всего аквариума. НО2 – нитриты. Нитриты образуются благодаря полезным бактериям, которые уничтожают аммиак, превращая его в нитриты. Нитриты менее опасны, но также смертельны для рыб в больших концентрациях. НО3 – нитраты. Считается, что нитраты способствуют росту водных растений и не представляют особой угрозы для аквариумных обитателей. Однако некоторые виды крупных рыб и беспозвоночных плохо переносят повышенное содержание нитратов. Поэтому этот показатель важно отслеживать. Фосфаты – это элемент, который необходим для развития фосфолипидов, из которых формируются мембраны клеток. Является важным питательным веществом для растений и животных, но чрезмерно высокий уровень фосфатов в аквариуме может вызвать цветение воды. Железо – активно участвует в создании хлорофила, без которого растение не может потреблять энергии в виде света. При недостатке железа в питании растений листья желтеют и в дальнейшем отмирают. Любители креветок знают, что медь – это сильнейший яд для креветок и других беспозвоночных. Очень часто медь фигурирует в составе многих кондиционеров для аквариумной воды. Чтобы не допустить фатальную ошибку в креветочниках, на постоянной основе контролируют этот показатель. Субтитры создавал DimaTorzok Стоит сказать, что я и мои коллеги сравнивали тесты от компании NILPA с другими производителями, более дорогими, и оказалось, что разницы абсолютно никакой нет. А раз нет разницы, зачем переплачивать? Помимо перечисленных мной тестов, в комплекте есть мерный стаканчик, шприц, инструкции и интересный буклет. В нем коротко написано о каждом показателе, немного информации о кондиционерах, которые производит компания NILPA, и, пожалуй, самое интересное – основные показатели воды для разных аквариумных жителей. Рыбки, улитки, креветки, крабы, есть даже аксолотль и красноухая черепашка. Также указаны популярные аквариумные растения с названиями и необходимыми параметрами воды. Вода важна в жизни любого живого организма на нашей планете. Конечно, с помощью такого набора можно проверить не только воду в аквариуме, но и воду из-под крана, ведь мы даже редко задумываемся о том, что мы пьем. Насколько полезна бутилированная вода, та самая, которая стоит на полках в продуктовых магазинах? Я, конечно, проверил и могу с уверенностью сказать, что далеко не в каждой бутылке польза необходимые показатели для питьевой воды легко можно найти в интернете. А на этом у меня все. Всего доброго вам и вашим близким. Не забывайте подписаться на канал и не забывайте о том, что у канала Пар еще есть страничка в инстаграм. До скорых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»